Дань памяти героям. На территории Зеленогорского военного городка построили часовню. Люди приходят, обращаются, становится легче. Ну и перед караулом, я считаю, что во всяком случае я буду приходить. В Шарыповском районе приступили к уборке зерновых. Какие ставки на урожай делают аграрии? Нормально сыпется, значит, радостно. Погода хорошая, позволяет убирать. Радуемся. Дождь идет тогда, грустно. Я у мамы инженер. Школьник из Железногорска разработал и запатентовал оборудование для 3D-печати, которое удивило жюри техносалона. Для начала мы загружаем сюда сырье, то есть пластиковые гранты. Затем они просыпаются внутри рога, там их нагревают. На сельхозпредприятии «Алтатская» стартовала уборочная компания. Начали с обмолота овца. В поле от комбайнов его везут на зерносклад, где сначала ссыпают в бурты. Затем зерно в специальных сушилках подрабатывают, сушат, очищают от сорняков и вывозят на элеваторы для дальнейшего хранения или реализации. Вот в этом бурте тысяча тонн пока еще не обработанного овса. За один рейс грузовик вывозит с поля до 20 тонн. Мы выращиваем на собственные нужды в основном. Это у нас животноводство на корм животным в виде комбикормов изготавливаем. И есть несколько покупателей, которые наш овес приобретают и изготавливают из него геркулес. Местный овес подходит для производства овсяных хлопьев. Кстати, и местную пшеницу тоже закупает Алтайский край для приготовления своей знаменитой муки. Потому что урожайность в том регионе не превышает 16 центнеров с гектара. А в Шарыповском районе уже на первом этапе уборочной она превышает 35 центнеров зерна. Это происходит благодаря использованию новейших технологий и современной техники. Мы приобрели два новых комбайна Акросы. Они уже ничем не уступают иностранным комбайнам. То есть у него уже производительность выше и сжатки 9-метровые. И цена на порядок ниже, чем покупать где-то там за океаном. На полях вблизи села Новоалтатка работают 26 современных комбайнов. При хорошей погоде им удается убрать до 500 гектаров в день. Всего же аграриям предстоит обмолотить 14 тысяч гектаров. По площади это почти пять городов Шарыпово. Евгений Житников на своем векторе до обеда уже намолотил 7 бункеров зерна. По 5 тонн каждый. От хорошего намолота зависит его зарплата. Если погода не подведет, то за уборочную он получит больше 100 тысяч рублей. Нормальные. Сами сели, сами убираем. Нормально сыпется, значит радостно. Погода хорошая, позволяет убирать. Радуемся. Дождь идет тогда уже. Грустно. Вот и все. Всего же зерновые занимают в Шарыповском районе чуть более 65 тысяч гектаров. А в целом по Красноярскому краю обмолочено около 9% от всей площади уборки. Новая бревенчатая часовня расположилась неподалеку от центрального входа и стала настоящим украшением по военному убранной и аскетичной территории Зеленогорского подразделения войск Росгвардии. Среди почетных гостей официального открытия глава города Михаил Спиранский, генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов и руководители других предприятий, благодаря помощи которых была реализована задумка военных. Как отметил председатель Совета ветеранов воинской части Олег Будуленко, новый объект – это дань памяти всем, кто погиб, защищая честь Родины. Знаменательно, что этот памятник является часовней. Это еще одно продолжение многовековых русских православных традиций. И то, что мы сегодня с вами здесь собрались, еще в очередной раз доказывает. Нашу память, нашу благодарность российскому воинству время не сотрет. Осветил часовню священнослужитель храма преподобного Серафима Саровского, отец Виктор, который в мирской жизни сам является военнослужащим Зеленогорской части и был одним из инициаторов строительства часовни. Возводили строения военные собственными силами, с материалами помогли благотворители. Что касается, в принципе, отношения военных и церкви, это наша многовековая история со времен крещения Руси и до сегодняшнего дня. Церковь и армия, и воинство русское, они были неотделимы. Если мы вспомним еще дореволюционные лозунги, призывы за веру царя и Отечества. Сами военнослужащие считают строительство часовни хорошим делом и уверены в том, что она будет востребована среди личного состава. Бывают такие в жизни ситуации у нас, что кроме молитвы ничего не может помочь. Это как трудные ситуации в жизни, так же, как, не дай бог, болезни какие-то у людей. Люди приходят, обращаются, становится легче. Ну и перед караулом я считаю, что во всяком случае я буду приходить. Военнослужащие воинской части всегда выполняют боевую службу, других задач воинской части нет. И сопряжена боевая служба с оружием, с людьми, а где оружие, есть и смерть человеческая и так далее. Сделали для этого, чтобы люди подумали, как-то разрядились. Потому что не всегда человек может зайти в определенные места, кому-то хватит это и просто угла в помещении сесть и подумать, а кому-то, может, надо что-то большее. В рамках мероприятия также состоялось открытие и освещение камня, установленного в память о российских воинах, с честью и славой исполнивших свой долг. Поезд здоровья отправляется на юг Красноярского края. В сентябре медики передвижного центра побывают на станциях Хакасии, а также Минусинского и Курагинского районов. Состав оснащен современным диагностическим оборудованием. Это рентген, УЗИ, различные лаборатории, стоматологические и хирургические кабинеты. Желающим получить консультации узких специалистов и пройти обследование, необходимо иметь при себе паспорт, полис и выписку из медицинских документов. Помощь предоставляется бесплатно. Участники и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди. За день специалисты готовы принять до 150 человек. В Красноярском крае сохраняется опасность присасывания клещей. За прошлую неделю в больницы обратились 86 человек. Больше всего случаев зафиксировали в Емельяновском, Тюхтецком и Казачинском районах, а также Вачинске, Несейске, Девногорске и Красноярске. Там клещей с себя сняли 30 человек, в основном после посещения заповедника Столбы. По словам экспертов, по-прежнему заразиться инфекциями, которые переносят паукообразные, можно на дачах, в лесах и парках. Как сообщили в Роспотребнадзоре по краю, несмотря на то, что количество клещей заметно снизилось, нужно быть осторожными, ведь они будут активны до октября. Железногорский школьник Денис Миронов нашел способ удешевить 3D-печать и сделать ее более качественной. Восьмиклассник заявил, что качество покупных материалов для принтера его не устроило, поэтому он придумал свой прибор. Мы купили с братом принтер, с ним шел пластик. Когда печатали, он часто расслабился, потому что еще не знали, какие нужны режимы. И потом купили еще две бобины пластика, они начали ломаться, потом пришлось менять экструдер, потому что постоянно запивалось сопло, плохо грелся, потом вообще датчик температуры отвалился, пришлось его приклеивать. И решили создать собственное оборудование, которое будет делать собственный пластик. Денис говорит, на производстве кусок пластика большого диаметра вытягивают в трубочку, а на его оборудовании из гранул можно создавать пруток сразу нужного диаметра. В работе Денису помогал его младший брат Дима, который разрабатывал и создавал корпус изделия. Сначала рисуешь в программе, потом ты вырезаешь на лазерном станке. Я прикручиваю моторы, прибавиваю выключатель, делаю каркас, красил корпус. Получившийся агрегат ребята представляли на научных конференциях и на техносалоне. На изобретение получили патент. Денис говорит, что на техносалоне жюри удивлялись. Им трудно поверить, что прибор делали дети. Для начала мы загружаем сюда сырье, то есть пластиковые гранулы. Затем они просыпаются внутри рога, там их нагревают, шнек перемещают, как мясорубки. Здесь он нагревается и выходит через сопло, где они там 1,7-1,5 мм. Изготовленные на аппарате Миронова прутки нетоксичны, обладают повышенной ударопрочностью, эластичностью, долговечностью, влагостойкостью и широким диапазоном эксплуатационных температур. На работу у ребят ушло три месяца. На производство ушло два месяца, а на все технические разработки, что называется, чертежи, проекты и так далее, плюс еще около месяца. Ну и сейчас у нас стадия модернизации оборудования, поскольку в процессе производства и использования, так скажем, вышли незначительные дефекты, которые необходимо ликвидировать для того, чтобы усовершенствовать. В дальнейшем изобретатели планируют продавать прутки потребителям. Цена будет ниже рыночной благодаря запатентованной технологии. По словам Дениса, у него уже есть идеи для новых изобретений. В этом году он записался всюду на авиамоделирование, робототехнику и радиоэлектронику, а в будущем мечтает стать инженером. В комплексном центре социального обслуживания населения Бородино завершился летний сезон детской площадки. За три месяца здесь отдохнули около 50 ребятишек от 7 до 15 лет. Дети вместе со специалистами занимались трудовой и музыкальной терапией, просматривали и обсуждали тематические фильмы, встречались с волонтерами. Друзей, очень много разных развлечений. И когда, допустим, нужна какая-то помощь, то тебе все помогают. Потому что становишься не только друзьями, но и каким-то помощником в трудные минуты. Больше всего ребятам запомнились занятия в театральном кружке, где они работали над дикцией, читали с выражением стихи, учились правильно вести себя на сцене. Результатом таких уроков и многочасовых репетиций стала не просто театрализация, а настоящий мюзикл «Волк и семеро козлят». «Мама! Что случилось, дети? Почему меня не встретили? У нас бодайка!» «Мама, мама! Ты же знаешь, она прямая! Нам его удержать! Он отправился гулять!» Зрители смеялись и грустили вместе с главными героями. Вспоминали знакомые с детства сюжет и песни. Поддержать ребят пришли их родители. «Летний сезон. Тоже важно, чтобы детки вовлекались в какую-то деятельность совместную, общались перед школой. Это тоже очень важно. Это классно. Поэтому приводите своих деток к нам. Спасибо огромное организаторам!» Сейчас у ребят начался новый учебный год, и пока они грызут гранит науки, у организаторов есть время подумать, как развлечь детей следующим летом. Педагоги уверены – отдых будет веселым и познавательным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова